Книга «Открытым оком», том 16, тема интернет, вопрос 3062. «Если уже в ваш сайт вошли десятки тысяч человек, значит читают же. Но почему нет ответов, серьезных возражений, вопросов, замечаний?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Не совсем так. Иногда пишут нарочитым письмом с неоднократной просьбой, что это так. Приватное не для всех. Вы же знаете, что я всегда даю обратный контактный адрес или телефон тех, о ком упоминаешь, чтобы при желании читатель мог связаться, узнать подробнее у того, о ком упоминается. После смерти нашей можно будет и рассекретить монаха. Вот одно от епископа письмо. «Даю только малую часть выданных им перлов. Но ни на одно конкретное место из книги сей муж так и не решился указать, хотя и говорит, что читал. Я снова начал сам читать эту книгу, но так и не мог вычислить, что же его там зацепило. Вернее, все он так и пишет. Да мы же не просто разные, мы разные в главном, в отношении к Библии. Он монашескую прелесть изучения Библии выставил как щит и не видит, куда уже все зашло, отчего так мертво и глухо в православии. Кавычки открываются. Взялся читать ваш тринадцатый том. Ответы на вопросы я читал еще, морща и переживая за вас. Вы наполнили книги высшим из возможных авторитетов Библии и получилась величайшая из возможных горя, именуемая монахами, в кавычках, весовской прелестью. Отныне проповедь Библии признается вами правильной только в тех контурах, которые создали вы, скрепляя свои мнения и убеждения прочнейшим материалом, цитатами Слова Божия. Читая ваши проповеди, стал читать только библейские цитаты, но иногда, вскользь любопытствуя, что же заставило автора сделать такой подбор, я читал ваши дерзости, и иногда слова дерзкие и грубиянские сами обжигали скользящий взгляд. Вам огорчительно читать такое от меня, но что это частное письмо? Получатель положит его в туалет, вот и все последствия. Ваши же дерзости и грубости распечатаны и распространены, и убивает души и младенцев в вере. Так что мой писк, потерпите. Так вот и уходят террористы от опытных героев войны, прикрываясь тельцами заложников Библии 14 марта 2006 года. Хотя и тут вышеперечисленный епископ проговорился, я задыхаюсь в скудости проповедников Слова Божия, и нигде не встречал такого самоотверженного, неустанного, грамотного проповедника, как вы. Кавычки закрыты. Вот так же некогда моя переписка закончилась с отцом Львом Лебедевым, на подобной же волне незадолго до его смерти. Кавычки открытым. Вот вы подробно описав поистине цианические свои труды, чтение жития святых, сочинение Иоанна Затауста и так далее, говорите, что ваша проповедь состоит не только из указанных спорных тем, но и других, не вызывающих возражения. А я вам и писал, что за мной можно воздать вам благодарностью. Если речь о советском государстве или нынешней демократии в России, то, пожалуй, и я не решусь однозначно благословлять молодых людей, служить в армии и приносить такому правительству присягу. Непотребное развратное поведение нынешнего духовенства, отступнической и эритической уже патриархии московской, отсутствие у этих попов любви к людям и к паствиям. Впрочем, вы готовы эти же обличения на нас, перешедших в РПЦЗ, так как мы плоть от плоти МП Московской патриархии. Ну что до нас, нынешних священников, то мы, пожалуй, и достойны таких обличений. Я себе точно скажу, достойны. Прощайте, не хочу больше с вами говорить, так как у меня мало любви, и еретичество меня раздражает и возмущает. А это плохо. Разум, помутненный гневом, плохой советчик. Чуть не забыл ответить на важный вопрос о постановлении по местному собору РПЦ 1917 года относительно возможности употребления русского языка за службами по просьбе отдельных приходов. Это постановление было ошибочным. 27 декабря 1995 года, Курск. Протеерей Лев Лебедев. В круглых скобках к истинному православию, страницы 406 по 407. В великом инквизиторе Федора Михайловича Достоевского в братьях Карамазов великий и мудрый друг Дух Дьявол говорит эти же самые слова Христу. Мы исправим подвиг твой. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться. Мы им позволим грешить. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое, и за гробом обрящет лишь сверь. Говорят, что ты придешь со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Я, дьявол, папа, патриарх, ушел от гордых и воротился к смиренным. Мы разрешим слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения. Страница 322-5, часть 1-2, 1963 года. Вот и сей наискосок, опять же из монашеской ряске, с лобным обвинением в гибели чей-то от моих книг, убивает души и младенцев в вере. Эти обвинения я слышу почти полвека в свой адрес, но как раз все наоборот. Души приходят из мира, от сектантов. Покажите вы плоды ваших акафистов и дымных завесть. Где и кто из мира пришел или от сектантов от этих возлияний? И потому подобные нападки вызывают в моем сердце горькие слезы о погибших и мертвых оппонентах. Воистину дьявольская прелесть обуяла их, и тут уж никакие звания не помогут им. Книги же наши им в укор и в посрамлении их зависти. Иакова 3,14-16. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Псалтир 67,17. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно. Иклиста 4,4. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми их зависть. И это суета и томление духа. Марка, 15,10. Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Деяние 13,45. Но иудеи, увидев народ, исполнили зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорит Павел. Завистники следят неудержимо и косят под епископа с метлой. Не ожидал, где вылезет вражина с моей делянки, меня же прочь, долой. Завидуют по-черному, втихую, не сознаваясь в зависти всечастной. Пытаются язвить. Смеются и смакуют и распускают анекдоты басни. Простить не могут, как разоблачал во свете Библии монашеские бредни, тащил к Христу к началу всех начал, а не желая ли меня так непотребно. Какой бы ни был искренний монах, хотя бы под епископской личиной, воспитанной в традициях и снах, набит он доверху и самости начинкой. И волю Божию познать бы при исходе, хотя бы смертный предсердечный час на благовестие, так было ли все же годен, или при зачатии под рязкою зачах. Откроем, Господи, отверзи, кто они, слепые над слепотствующей массой, умеющие петь и хоронить, могильщики, к ним подходить опасно. Все искупление в одном лишь во Христе, в одном единственном, достаточном Иисусе, дают ему на митрах лишь блестеть. От имени его на нас толку науськать завидуют авторитету слова, которое покров и щит и меч. Один лишь взмах и сон мы безголовых освобождаются голов, чтоб зря не мучить плеч. Признаться нелегко, что мучит зависть, в Христа жены по зависти предали. Гонение новое могло бы их заставить. Раскается, грядет антихрист Сталин. 26 марта 2006 года. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok